Убедиться в том, насколько хорошо убирают коммунальщики снег, мы решили сами. И отправились по городу, чтобы посмотреть, где же та самая снегоуборочная техника. А также встретились с представителем предприятия Дорсервис, который пояснил, коммунальные службы просто физически не успевают за стихией. Сейчас на территории Ленинского района работает почти семь десятков единиц спецтехники. 40 из них ежедневно выезжают на улицы поселений, чтобы убирать последствия снегопадов. Мы справляемся, работаем хорошо, вот парни мои работают, стараемся для жителей сделать комфортную территорию. Помимо очистки дорог, тротуаров и остановочных площадок, коммунальная служба обрабатывает их противоголоведным средством, песком, солью, а также вывозит собранный снег. В основном все работы проводятся ночью, но в период сильных осадков технике приходится выезжать и днем. Конечно, это создает неудобства водителям, но и автолюбители порой очень затрудняют процесс уборки. Хотелось бы обратиться к водителям, чтобы они имели немножко спокойствие, да, и при виде, когда чистится дорога, все-таки немножко не спешили они, а подождали, пока очистят. Тем самым для них же эта работа и ведется, и им будет проще проехать и безопаснее. За последние годы автопарк Дорсервиса полностью обновился. Сейчас при уборке территорий задействована современная мощная спецтехника. Но бывают места, где невозможно справиться без обычной лопаты. Чаще всего это дворовые территории. Порой коммунальщикам приходится вручную убирать снег вокруг припаркованных машин. Но и в этом случае они стараются максимально качественно сделать свою работу. Хорошо, что убирают, кого же это не устроит? Качество, на ваш взгляд? Ну, посмотрим. Сейчас пока все хорошо. В принципе, удовлетворительно убирают. Дай бог, чтобы они это ежедневно и честно делали. Несмотря на конец января, настоящая снежная зима только началась. Но окончательную оценку коммунальщикам за очистку улиц горожане поставят весной. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.